Солнечный осенний день, горячая пора для сборщиков яблок. Они стараются по максимуму использовать хорошую погоду. Дливные плоды сорта ханик рис, в переводе медовый хруст, один за другим отправляются в специальную сумку. С одного гектара в хозяйстве Плау под Щекино получают около 20 тонн. Всего под яблоневыми садами здесь 800 гектаров. Осваивать земли бывшего сельхозкооператива Жердевский новые хозяева начали в 2000-м. Мы сразу приняли решение, будем корчевать и сажать новые сады. И с 2002 года мы начали сажать 15 лет. За 15 лет у нас где-то из старых садов гектаров 100 стало, 700 гектаров мы посадили. Вот 250 гектаров у нас садов на капельном орошении. Антоновка, Солнышко-Рождественское, Сенопарловский, Лигал, Мельба. Сейчас на Плаве выращивают более 20 сортов яблок. По погоде поздновато задержались. Срок созревания где-то на две недели. На хранение вы обрабатываете? Фитомагом обрабатываем и не все сорта, которые на самый поздний срок хранения. И в каких домах это задержка, выделение, ну вообще прочее, старение яблока. Яблоки, выращенные здесь, предприятие продают едва ли не до следующего урожая. Например, плоды, собранные в 2016-м, реализовывали до мая 2017-го. Все благодаря современным хранилищам, куда яблоки попадают прямо из сада. В деревянных ящиках по 200 с лишним килограммов. После приемки их помещают в камеры. Сейчас их более 20. Их поддерживают нужную температуру, начиная с 12 градусов и довозят до плюс одного. А при хранении зимних сортов регулируют и газовую среду. Происходит это здесь, от небольшой комнаты, настоящий мозговой центр хранилища. Воздух содержит 78% азота, 21% кислорода и 1% примесей газа, пары. Мы вытесняем кислород до 2%. Остальное содержание – это азот. Тем самым мы продлеваем хранение плодов до следующего урожая. А здесь будет новое хранилище. Его строительство началось еще в прошлом году. Осталось завести холодильное оборудование. Удовольствие – это не дешевое, но необходимое, говорят аграрии. Иначе не выдержать конкуренцию и не сохранить урожай. Строить такие комплексы аграрии на свои деньги или кредитные, только после введения в эксплуатацию здания, смогут рассчитывать на компенсацию затрат от государства в размере 20% от стоимости. А вот с торговыми сетями все сложнее. Заставить их брать на реализацию пуски яблоки производители не могут. Сети предпочитают импортные. Они дешевле. Алексей Демин предложил организовать расширенное совещание в правительстве области, обсудить проблему с участием продавцов и производителей, а еще рассмотреть возможность поставки пуских яблок, например, в соцучреждения или на объекты Минобороны. Митальевич, ну вы подумайте, давайте расширить. Мы напишем обращение и посмотреть, расширить линию. О своих проблемах губернатору рассказывают и сотрудники. Сейчас на плаве работают 100 сезонных и 90 постоянных. Все живут по соседству с хозяйством. И проблемы у них одни на все. Плохие дороги, ветхое жилье, отсутствие освещения. Посмотрим, я там найду копеечку для того, чтобы усилить его позицию, чтобы там свет у вас появился. Не в полном объеме, но хотя бы частично на самых основных участках. Урожай на плаве в этом году будет не хуже, чем в прошлом, говорят в хозяйстве. Всего планируют собрать порядка 7 тысяч тонн. А через пару лет удвоить этот показатель. Екатерина Старцева, Роман Тюкин, Первый Тульский.